принесли швейную машину на ремонт вот смотрим что у нас здесь брайзер стар 60 швейная машина делает пропуски на тонком материале теперь будем регулировать зазор носика челнока по отношению к иголке снимаю игольную пластину так ну и зазор у нас регулируется вот здесь вот на задней стороне машины вот винт стоит и он у нас рамку вот эту вот часть отклоняет если я буду закручивать то он будет вот эту часть удалять вот сюда и соответственно нижняя часть наша она будет уходить в левую сторону значит будет подходить ближе к носику челнока значит закручиваем вот этот винт и иголка будет ближе подходить к носику челнока зазор будет уменьшаться значит здесь ничего не нужно делать здесь только вот ключик шестиграничек вот такой ключик двоечка берем вставляем и будем крутить по часовой стрелке так ну и смотрим значит нам нужно выставить так машинку чтобы нам был виден зазор так ну и смотрите зазор большой и я подкручиваю подкручиваю уменьшаю его носик челнока должен подходить как можно ближе к иголке но не цеплять иголку вот если я вот так вот поставлю вот смотрите эти иголка вот чуть-чуть только подходит значит ну вот так вот я оставлю и теперь нам еще нужно посмотреть смотрите какой у нас подход носика челнока видите мы сейчас выставили иголку и у нас носик челнока подходит выше от ушка иголки намного видите вот показывается кончик там и вот аж где значит нужно игловодитель поднять чуть чуть повыше чтобы носик челнока был поближе к ушку иголки так ну регулировка игловодителя у нас производится вот здесь также ключ двойка вот винт нам нужно поднять игловодитель чуть выше так ну вот смотрите с левой стороны носик вот он не должен выходить за иголку вот он появляется и мы его вот так вот закрываем вот смотрите насколько здесь где-то два миллиметра даже чуть больше значит нам нужно поднять игловодитель вверх так откручиваю игловодитель и его приподнимают чуть-чуть вверх так еще можно чуть-чуть ну вот так вот так вот смотрите носик подходит видите вот он на миллиметр выше от ушка иголки вот с левой стороны показывается носик ну вот он подходит на миллиметр выше от ушка иголки так все затягиваем так ну это что он уже у нас мило водитель когда опускается в правое крайнее положение здесь уже не так сильно важно значит здесь важно единственно проверить так чтобы у нас носик челнока не цеплял иголку так вот я поставил эти ну вот малейший зазорчик есть малейший видите отлично здесь вот стоит еще у нас упор когда иголка в нижнем положении иголка тоже упирается сюда в этот ограничитель и она не идет у нас на носик челнока чтобы в этом положении носик челнока не сбивал иголку это как ограничитель идет ну вот так вот значит зазорчик здесь есть видите вот минимально это вполне отлично так и левое положение проверяем также зазорчик есть смотрите эти минимальный ну вот так вот так все так и оставляем теперь будем пробовать все на материале значит нам нужно подтянуть игловодитель затянуть вставляю ключ затягиваю винт вот так вот все этого достаточно значит отверстие вольной пластины нужно зачистить вот таким методом чтобы здесь не было заусенец это алмазная штучка она снимает заусенец и ну вот таким методом если нет значит алмазным надфилем можно это сделать так но я иголку поднимаю в верхнее положение и теперь вставляю шпуле держатель вот здесь вот есть такая выемка ее вставляем вот сюда установочный палец вот так вот раз все стало теперь ставим игольную пластину затягиваем винты так ну что ставлю шпульки металлические они конечно тяжеловатые ну и строчка может быть может петлять на них так закрываем все машина у нас не должна делать пропуски единственное она может делать пропуски только из-за того что у нас большое отверстие в игольной пластине и в отверстии лапки ну это единственное по какой причине может быть так ну что уберем вот такой материал по плотнее и пробуем вот так нужно затянуть посильнее верхнюю нитку но дело в том что большой зигзаг здесь нужно отпустить нижнюю нитку ну мы пока проверим сейчас пропуски а потом уже будем смотреть строчку регулировать значит смотрите что получилось пропусков нет так теперь на вот таком вот материале так пробуем так ну вот здесь вот уже вот пошли видите вот пропуск два пропуска так это уже не есть хорошо так попробуем на простом материале ну вот смотрите на обычном материале конечно все строчит идеально нижнюю нитку нам нужно отпустить или затянуть верхнюю попробую затянуть верхнюю ну тогда будет стягивать материал вот видите уже немножечко стягивает внутри ну так же видите нужно отпускать нижнюю нитку так ну пропусков здесь нету так попробуем отпустить нитку так же